Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать! Всем привет огромнейший! Ну что, я снимаю на новый телефон. В общем, тестирую его, так скажем, в полном объеме. Была в твой офисе Арифлейм, только вернулась. Получила, я, кстати, сегодня заказ по четвертому каталогу. Илюх пришел со школы ко мне туда в офис. Он просил меня крем ему для лица заказать. Такой счастливый, довольный, что крем ему пришел. И мы, в общем, все это там собрали, все домой принесли. Заехали в пятерку. У нас снег на улице пошел. Только вроде начало все таять, и вроде как только ручьи потекли и потеплело. Можно так сказать, но ветер был холодный. Опять снег, опять снег летит. Вот эта грязь, прям вообще очень печально. Зашли в пятерочку. Хотели купить, Илья говорит, мам, нужно хлеба купить. Только хлеба купить. Ну, в общем, как обычно. Зашли и купили. Ну, только хлеба, так скажем. Еле дотащили. Пакет с косметикой. Пакет с продуктами. Портфель. Моя сумка. Еще где-то снег противный. И, в общем-то, как-то так, прям мерзопакостненько на улице. Ой, а куда это делись орхидеи с подоконника? Только три штуки остались. Я аж взглядом смотрю, куда орхидеи делись. Максим их там фотографирует. Он же увлекается фотографией. Поэтому, наверное, на макросъемке что-то там снимают. Я так, смотрю, подоконник полупустой, цветов нет. А он забрал полутика и выбрал те, которые цветущие. Которые не цветут, а ставил. Ой. В общем, пока меня дома не было, видите, какие изменения произошли. Мы зашли, вообще-то, вот за вот этим вот хлебом. И, вроде как, больше не планировали ничего. Но тут что-то я решила взять пельмени из отборной говядины, чтобы они были в холодильнике, когда прибежишь. И, в общем-то, да и что-то пельмени уже, слушайте, хочется. Лепить самой лень. Поэтому будем есть магазинные. Дальше купила я морковь в маринаде по-корейски. Колбасу. Ну и, конечно же, огурец. Это самый быстрый салат, который можно придумать и сделать. Нет, ну, самый быстрый еще с квашеной капустой, которую я вам не показывала, если у вас есть, конечно, квашеная капуста. Там и еще хочу добавить. Ну, ладно. И сегодня не об этом. Сейчас мы смотрим в покупке. Какой-то тортик. Фантель Вальс. Мне кажется, мы, кстати, такой не брали. Или европейские бисквиты с сливочным и шоколадным кремом. Такой я, наверное, не брала еще. В общем, его взяла. Илюха, в общем, чипикау взял, потому что вот он на Драконы 3 фильм ходил. Мы очень, кстати, он понравился. Вот. И, в общем, там какие-то карточки. Внутри есть круассан. В общем, говорит, мам, надо брать. Я говорю, ну, надо, значит, надо. Сырки. Сибель я выбрал вот такой. Это с чем у нас получается с ванильным глазированный. Всем остальным взял какой-то вот такой. Не знаю. Так, вот это вот, кстати, ветчина главпродукт. Мне она очень понравилась. Оно такое вкусное вообще. Вот с макарошками я ее делала, с макаронами. Очень вкусно. Ну что, любимая моя кофе эгоист. Плачено. Это самое вкусное кофе, на мой взгляд. И оно, видите, какое. Не какая-то там стружка и пурга. В общем-то, очень вкусное. Я люблю его. Икорный соус вот такой взяла с копченым лососем. Дальше взяла эти мандарины. В сетке фасованные получаются. И вот такой вот кетчуп Рика томатный, натуральный. Илья его любит. Мне он нравится там. Настя, вроде тоже ничего. К нему относятся. Ну, Максиму без разницы вообще на эти кетчупы. Ну, все. Вот все, что мы сегодня купили. Так-то, вот так, в общем-то, дотащили. Я полагала, что тут фотостудия. Тут что-то готовится для фото. Вот пропажа найдена. Вот она, где моя пропажа. Ой, тут так красиво смотрится прям. Цветут так красивенько. Ну, что-то будет сейчас очень красивая задумка. Да? Когда-то это был красивый букет, подаренный. А, мелкий рост. Ты мне на день рождения, наверное, мой этот букет дарил, да? Заряжи мне бантик. Бантик завязать? Ну, все, девочки, отключаюсь. Буду мужу бантик завязывать. Смотри, ты делаешь правильные движения. Я думаю, все получится. Ну, что-то как-то будет корявенько. Ладно, давай я тебе помогу. Ты помогать? Не получилось. Ну, все, помогать пошла. Ну, что, кто, куда? Мы на родительское собрание. У нас начинается череда родительских собраний. Сегодня у Люхи, завтра у Насти. И Настя так посмеялась. Мы на родительское собрание вдвоем идем. Настюха так посмеялась и говорит, мам, ну вы как парочка твикс идете на родительское собрание. А у Настюхи есть в классе, не буду говорить там, кто, мальчик, девочка, да? В общем, этого ребенка родители с первого класса всегда каждое собрание ходит вдвоем. И она говорит, ну вы это как наши вон те парочка твикс пойдете тоже на собрание. Мне так смешно стало. Ну, в общем-то, вроде как еще у Люфи там не знаем, какие вопросы будут освещать. У Насти это понятно. Последний звонок, сбор денег. С фотографиями мы еще не определились, с фотографом какой-то альбом. Ну, в общем, с ней-то хоть ладно, что-то там, какие-то наметки, понятно. ЕГЭ и все остальное, да? А вот, как и повод собрания. Но у них, да у них посерьезнее, кстати, повод собрания. Это я просто, то, что мы просидели две недели на больничном с Лехой. Вроде как, оторвалась от жизни. Там классно. А вообще, что-то всех родственников беспокоит учитель по-рунскому. Молодая девушка ставит нехорошие оценки. Собирались они там, ходили коллективно, что-то там на нее жаловались. Никогда в Крыму были. Ну, в общем, история продолжается. И, в общем-то, она может на волк не пустить. У нее такие жесткие всякие меры. Ну, в общем, не знаю. У нас... Я-то отдыхаю, а-то мы болеем. Как-то-то у нас миновало получилось. Не знаю вообще. Все. Ну, я тут пока до собрания есть время. Заехать на зону постоянно. Заехать, забрать нет. А еще нужно. Ну, все, побежала уже. Подъехали, сейчас заберу Айхерт пока до собрания. А вот, потом уже... Школа была. Так что, оказывается, у Ли-то более серьезные вопросы даже, как оказывается. А последний раз на уроке русского опять сорвали урок. Пока она, в общем, собрала контрольные работы, не дала детям дописать. Или я уже вышла с больничного. Ну, в общем, все пришли там дети домой, кто рыдает, кто плачет, потому что не успели ничего сделать. Ну, из-за двух мальчиков, которые, в общем, сорвали урок. Та, видать, тиханула. Собрала я все работы. Ну, как-то так. Ну, в общем, не знаю, что сегодня на собрании. Ну, в общем, мы пойдем. Сходим, послушаем, ознакомимся с проблемами. Забрала я сайт Терба в мешочке. Уже даже сама забыла, что заказывала. Потому что... Ой, все, свачкала с одной помадой. Потому что долго все равно это так дело идет. И что я уже даже и призабыла. Тут, знаете, что? Для волос и ногтей что-то я заказывала. Велую упаковку. Ох, и еще. Кальций, магний, цинк. В общем, парковаться около школы нет. Тут такие лужи мы подъехали. Это некуда просто ставить. Зря мы сюда подъехали. Зря сюда подъехали. Ставить некуда. Тут все литком. Мне кажется, надо отсюда уезжать. Чтобы, во-первых, не застрять. У меня одна подруга оставила машину. Каша же вот эта оставила машину. Ну, довольно-таки у нее большая машина, джип. Вышла, когда уже вечером подморозила. Ну, и что вы думаете? Машину ее прихватило так, что она тронуться с места просто никуда и никак не могла. Она просто примерзла. Попросила двоих парней, говорит, толкните меня. Ее толкали, толкали. Не могли бы толкнуть. Еле-еле как, она говорит. Они уже хотели бросить это дело, потому что это просто... А что ты туда ставишь тот же проход? Просто уже просто нереально было. Она говорит, я думала, что я ее там оставлю уже просто-напросто. И все. Поеду домой на такси. Ну, вот так. Лишь бы еще не примерзнуть, а то оставишь где-нибудь машину, и она примерзнет. Я тут перебрала кисти. И вот мои грязнульки тут лежат, которыми пользовалась в последнее время. И все вот это вот нужно перемыть. Мой регулярно, но редко вам показываю, конечно, это. Ну, вот столько у меня на этот раз собралось. Вот сейчас буду мыть. Вооружилась тут кусочка мыла. Также хорошо мне помогают средства для мытья посуды. Особенно вот кисти, которые использовались для тональной основы. Вот, конечно, прям вот хорошо они. Так, сейчас я еще возьму такую специальную вещь, которую вам покажу. Мне вещь всегда очень помогает. От компании Арифлэн. Так вот одеваю ее на два пальчика. И об нее уже хорошо все вымывается из кисти. В общем-то, нравится она мне. Она доступна для заказов. Бывает очень часто в каталогах. Так что сейчас буду заниматься мытьем кистей. Также у меня тут стоит водичка. Ну, вот. Пью воду. В общем-то, воду тут поставила, чтобы не забывать пить. И вот удобно мне в таком объеме перемещаться с этой бутылкой по квартире. Тоже очень удобно. В общем, вода с собой. Мыть буду кисти. И развлекаться, так сказать. Все уже кисточки-чистюльки. Заняло это у меня, конечно, приличное количество времени. А сейчас я их сформирую аккуратненько. Разложу на вот так приличном друг от друга расстоянии. Чтобы они у меня просушились. Встали вот такими вот чистыми. В общем, самое долгое время, конечно, в мытье у меня занимают кисть для тональной основы. Кисть для пудры тоже была довольно-таки загрязнена. Ну, в общем-то, с остальными кистями вроде как побыстрее, конечно, дело обстояло. Но, тем не менее, все-таки... А вы как часто моете свои кисти? Я часто... Вот у них собирается такое большое количество. И я сразу же их мою. Чтобы были чистыми. Для того, чтобы инфекция никакая в них не развивалась. Чтобы на лице после этого ничего не образовывалось. Поэтому мою, конечно, очень часто. И вот вы можете обратить внимание, что у меня здесь кисти Арифлеем. Вот такие вот это. Из такого большого очень набора в продаже. Они не были. Они... Там, что-то, мойка моет. Они были для приглашающих спонсоров. Такой большой набор. Все кисти по номерами. Большой набор. Кисти Мэри Кэй. Вот эти вот черные. Все кисти Мэри Кэй. Розовые кисти Мэри Кэй. Есть еще у меня кисти Джаст. Вроде бы, да. Джаст уже надпись. Стерлась несколько кистей Джаст есть. Вот это тоже Айфлейм. Для нанесения масок. Или тональной основы. Из набора вот похожая. Как бы, да, кисть. Ну, вот, по дизайну они, конечно, разные. В общем-то, вот. Такие у меня кисти были старого образца кисти Арифлейм. Все, все уже я раздала. Настя у меня многие забрала. Дочка. Мама что-то, если ей нужно было, тоже разобрала. Немножко распушить. Что-то нужно сформировать, чтобы хорошо это все просохло. Вот. Такие вот кисти. В общем-то, все вот эти вот удобные, все у меня, вот они в ходу. Для бровей, для подводки. Да. Вот. В общем-то. Все, сейчас пойду разложу их аккуратненько. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую и всем вам пока-пока. Целую и всем вам пока-пока.